Здравствуйте, научники! Продолжаем наши видео уроки. И давайте рассмотрим сегодня типичные ошибки, которые у нас происходят при работе у стены. Итак, смотрите. Сняли. Что дальше? Мы начинаем его на себя тащить и пытаемся что-то делать, так как будто мы стоим не у стены. Мы оторвались от стены, не используем эти опоры. И выходит у нас в физические силы. Здесь, во-первых, удар. Даже если удар идет резкий с задерпанием, после того, как вы ударили в стену, он зависит. Потому что это больно. Это довольно таки больно. Мы ударили. Следующая типичная ошибка. Не знаете, что с этим делать? Как же? Каким образом можно его сдвинуть? Вращаясь телом по стене. Видели? Я сам у стены. Я опираюсь на стену. Я вытаскиваю партнера. Дальше. Ваша задача обязательно, чтобы он нашел точку опоры на стене. Если он не опирается на стену, вам придется прикладывать силу. Если он опирается на стену, то вам достаточно его вдоль стены раскладывать. Он сам будет опираться на стену и с радостью уляжется на под. И здесь вы можете его связать. Вот я его полностью сейчас связал. Могу можешь поднять? Вот это все. Руки у меня связаны. Если я сяду, я ему сломаю шею. Еще раз. Посмотрите. Удар. Вот я снял удар. Только что рассмотрели вот этот вариант. Когда я вращаюсь по стенке. Я начинаю эту точку опоры выпивать. Теперь я в обратную сторону. Посмотрите. Опять же вдоль стенки. Я вдоль стенки рукой. Я не тяну руками. Я вдоль стенки начинаю двигаться. Опять же я вдоль стенки. И бью его лицом между стенами. Выбиваю ноги. И опять же вдоль стены. Вдоль стены мне важно, чтобы он был у стены. Стена его связывает. Если его вот сюда выброшу в такое положение, то здесь у него уже есть варианты для того, чтобы контратаковать. С ногами то же самое. Вот вы вышли сюда. Да еще. Давайте так рассмотрим. Удары в разные части тела. Давайте посмотрим. Просто вот. Нет, нет. Рука не щупает. Итак, смотрите. Удар в лицо. Моя задача не убежать куда-то далеко, а убрать именно точку атаки. Вот я ее только убрал. Видели? Вот удар прошел рядышком. Давайте посмотрим удары сюда в корпус. Посмотрите. Я опять должен убрать только часть тела. Я не должен убегать таким образом. Я просто убираю часть тела. Вот она часть тела. Видели? Вот она убралась. И теперь я могу воздействовать. Живой, к примеру. Видите? Вот он удар. Я убираю только живот. Все плечи, все остались у меня на месте. В любую часть тела, которую не бьют. Вот оно движение идет. Смотрите. Вот я его снял. И дальше начинаю опрокидывать его на спину. На стену. И дальше у меня либо я соскользну, либо даже могу выветь ноги. Чтобы он здесь по стенке истек вниз. Обязательно использовать стену. Если даже рука не дообила, вот она сделалась где-то здесь. Вот оно раз. Я ее беру и бью в стену. Вытаскиваю и бью опять в стену. И вот так вот по стене, по стене, по стене размазываю человека. Вот он все связан теперь полностью. Я либо могу сесть на него, либо стать вообще на него. Стена связывает. Это большой помощник. Если даже несколько нападающих. Давайте сейчас вдвоем. Посмотрите. Вот это движение. Вот оно движение. Вот здесь я их связал. А чего так было? Вы пейте как хотите. А то вы что-то договаривали с чего-то целиться. Вот оно движение. Вот оно. Вот все. Вы их связали. Поэтому работать у стены очень важно. Важно научиться опираться на стену. То есть я не стою на своих опорах, а все-таки опираюсь. Это немножко другое положение. И к нему нужно привыкнуть. И почувствовать, что это очень комфортное положение. Где вы можете перекатываться, скользить. Вы всегда будете более устойчивы, чем в обычном положении. Важно. Важно.